Приветствую вас. Я думаю, что первое, что вам нужно сделать, это перестать их винить. Перестать винить своих родителей в том, что с вами произошло. Понимаете, ведь вы, наверное, не будете спорить с тем, что есть определенная мотивация для вас помогать. То есть вы помогаете своим родителям, ну, потому что. Просто потому что вы помогаете своим родителям. Очевидно, есть для этого какая-то мотивация. Вопрос заключается в том, какая мотивация для этого у вас есть. И, на мой взгляд, на мой взгляд, вам нужно перестать винить своих родителей. Потому что, по сути, то, что вы делаете сейчас, вы пытаетесь откупиться от них. То есть вы пытаетесь тем, что вы делаете. Тем, что вы делаете, к примеру, для них сейчас. Вы пытаетесь откупиться. То есть вы думаете, что если вы что-то сделаете для них. Если вы будете им, к примеру, помогать, то это позволит вам не испытывать... Точнее, это позволит вам не винить их. Это позволит вам освободиться от них. Вы думаете, что если вы будете делать, ну, для них что-то, что это позволит вам стать свободным. На самом деле, нет. То, что вы их вините в своих бедах, стимулирует вас на то, чтобы делать для них что-то. И через действия, по отношению к ним, стремиться доказать, что они, к примеру, ну, в той или иной степени были неправы. Возможно, вы чувствуете себя как-то, ну, не знаю, как-то негативно, что ли. На самом деле, вам нужно здесь взять ответственность на себя. За то, что вы делаете. Взять ответственность вам нужно именно здесь. За свою жизнь. Вот. Это будет действительно взятие ответственности на себя, а не ложное, как это происходит, на мой взгляд, сейчас. Вот. Смотрите. Вы вините их в том, что у вас есть проблемы, страхи, переживания и так далее. Но при этом, вы же им помогаете. Не кажется ли вам, данное, ну, данное поведение, данная позиция, в некоторой степени, противоречивой? Ну, наверняка, значит, необходимо, чтобы данного противоречия не было. То есть, вы либо их вините в том, что они сделали что-то не так вам, либо вы считаете, что они нуждаются в вашей помощи. В другом не работают. Я также отдаю себя счет в том, что у вас данная позиция, ну, собственно, очень переплетена. Вот. По факту. Я думаю так. И мне кажется, мне кажется, что именно распутать данную позицию, ну, в первую очередь, и нужно. Собственно говоря. Вот. То есть, если мы хотим вам помочь, то необходимо именно распутать данное противоречие, которое у вас есть. Вот. Мне кажется, так. Мне кажется, именно такая вот история. Другой вопрос. Захотите ли вы сами работать над собой, потому что я вам уже отвечал, вы хоть и сделали мой ответ лучшим. За что вам спасибо, но не обратились. Хотя проблема, безусловно, не решится от одного моего ответа на ваш вопрос. Вот. А если вы действительно хотите помочь своим родителям, вот, если у вас действительно есть такое желание, а его у вас, я так подозреваю, да, не может не быть, вот. Вот. Если у вас действительно есть такое желание помочь своим родителям, то перестаньте ей помогать. Перестаньте помогать своим родителям, потому что только так, только отказавшись от помощи им, вы сможете им, и им, на самом деле, помочь. Потому что, как бы, почувствовав, почувствовав, что они оказались сами по себе, у них не будет иного выбора, кроме как самостоятельно что-то делать. А пока у них есть вы, они будут вами пользоваться. Ну, сами того, может быть, даже не желаю. На мой взгляд, на мой взгляд, это является, собственно говоря, ключевым моментом. Конечно, непонятно, почему вы мельчитесь, непонятно, в чем заключается ваше, ну, противоречие. Вот. То есть, вы вините родителей, но в то же время вините себя. То есть, по сути, происходит здесь проекция, если я правильно понимаю, да? То есть, если вы можете кого-то обвинять, значит, они обвиняли вас. И, значит, обвиняя их, вы все-таки, значит, обвините себя. За то, что, к примеру, там, вы мне помогаете и прочее, 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 прочее. Вот. Так что, необходимо освобождаться от влияния родителей на себя, да? И разбираться с тем, что вы себя, там, к примеру, ну, вините, да? То, что вы себя обвиняете. Вот. Мне кажется, что абсолютно ничего, ничего хорошего не может быть. А в том, что вы себя будете винить. Абсолютно. Абсолютно ничего хорошего в этом нет и быть не может. Поэтому, вот, примерно, такая история. Значит, еще раз. Выявите свои текущие противоречия. Возьмите на себя ответственность за то, что вы делаете сейчас. Возьмите на себя ответственность за свое, к примеру, текущее состояние. То есть, примите тот факт, что за это ответственны не ваши родители, а за это ответственны именно вы. И только вы. И больше никто за это ответственны быть не может. В принципе. Вот. Вот, собственно, все выяснения ваших противоречий я и предлагаю вам начать. Ну, а дальше, дальше все-таки, я полагаю, что вам нужно будет выбрать себе психолога на сайте. Вот, и поработать с ним на предмет своих страхов, на предмет своих переживаний, на предмет своей неуверенности в себе и так далее. То есть, словом всего того, о чем вы пишете, что вот все полученные психические отклонения и так далее. Вот. Чем меньше у вас этого будет, то есть, чем меньше у вас будет, как вы выражаетесь, отклонений и так далее, тем меньше будет обнований винить своих родителей. Возможно, и именно отказ от обвинений родителей и приведет к тому, что у вас пропадет неуверенность и так далее. Да, безусловно, некую, некую коррекцию вашего поведения и психики все-таки произвести, наверное, нужно будет. На этом, я думаю, можно закончить мой ответ, не совсем понятен в чем, не совсем понятен вопрос ваш. То есть, ну, вот, ну, лично, лично мне, вот, лично мне, да, не совсем понятен вопрос, да, то есть, понятно, что есть проблематика, понятно, что есть какая-то сложность, это, безусловно, понятно. Вот, но не совсем понятно именно, вот, противоречие, которое у вас имеет место быть судя по тому, что вы пишете. То есть, вы считаете, вы считаете, что родители ваши, они сами не справятся, вы считаете? То есть, вы считаете, что родители ваши, они не смогут, ну, закрыть кредиты там и так далее. По какой причине вы им помогаете? Почему вы чувствуете себя как будто бы обязаны, обязаны им? Вот, именно так, я думаю, можно вам ответить на ваш вопрос. В принципе, на этом все. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим, а я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.